Мария, Дева чистая, Пресвятая, Богу Родице, Радуйся, невеста не невестная, Царица, Мать и Деву. Невиданные гонения претерпела Екатеринбургская епархия, как и вся русская православная церковь в 20-м столетии. Вспомним жестокие расправы со священством в годы революции Гражданской войны, гибель тысяч верующих в застенках большевистских лагерей, ограничение прав духовенства и массовое закрытие церквей в годы Хрущевской оттепели. Колесо большевистской диктатуры, казалось бы, растоптало православную веру. Но, несмотря на все расправы и притеснения, к началу 60-х годов Екатеринбургская епархия сохранила два десятка приходов. Произошло это благодаря искренне верующим людям и тем архипастерям, которые несли на Урале подвиг духовного служения. Наш сегодняшний рассказ о владыке Клименте, который был назначен управляющим епархией в 1966 году. 13 лет он руководил кафедрой, поддерживая в людях крепость духовную и почти заново возрождая церковную жизнь нашего края. Это время названо в светской истории застойным периодом. И для церкви это было время тяжелое. Но почему-то о тяжести этого времени вспоминать не хочется в контексте с владыкой Климентом. Это был настолько изумительный, светлый человек. От него лучился буквально свет. Вот я вам хочу показать фотографии. У меня их много фотографий, владыки Климента. Вот посмотрите. Это был необыкновенно светлый человек. Облик его, я всегда говорил, напоминал мне библейского пророка Моисея. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня мы совершили панихиду, вспоминая нашего архипасторя, нашей Екатеринбургской епархии, владыку архиепископа Климента. Сегодня исполняется годовщина его кончины. И как его духовное чадо, мы помним его в своих молитвах, помним его труды и подвиги, которые он нес на этой епархии в те очень тяжелые годы, годы лихолетия. И мы благодарны за его труды, которые он нес. И благодаря трудам паства сохранилась, несмотря на очень лютые гонения. И в этом храме возносится постоянная молитва по нашему архипасторе, архиепископе Клименте. Мы молимся, чтобы Господь селил его в селениях праведных и даровал ему вечную, блаженную, радостную жизнь. В 2004 году исполнилось 10 лет с того дня, как останки владыки Климента были перенесены с Широкореченского кладбища в крипту Екатеринбургского и Аннопредтеченского кафедрального собора. А вот что предшествовало этому событию. Наступил момент, когда было дано благословение, это епископ Никон у нас служил тогда, чтобы мощи, останки были перенесены и погребены в крипте кафедрального Иоаннопредтеченского собора. А похоронен был владыка Климент на Широкой речке. И вот тогда я еще служил диаконом, протодиакон Игорь, я, диакон Дмитрий и диакон Георгий, сейчас диакон Георгий уже священник, служит Ахимаше. Мы все были изумлены. Гроб сделали меньше, чем нужно было сделать. Мы думали, что там может остаться за это время, за эти 9 лет. Сложим косточки, взяли перчатки с собой, думаем, переложим косточки в этот полиэтилен, накроем, закроем покрывалом и сделаем таким образом перенос. И о чудо! Когда мы открыли могилу, выкопали могилу, гроб даже целый был. И вот как владыка Климент лежал во гробе, покрыт пеленой, Евангелие целое, даже когда пришлось там немножко поджать, что же делать, настолько целые мощи были. Мы взяли за плечи, за ноги и переложили в новый гроб. Не истеляло ничего, только чуть-чуть, где-то носочки вот там на ногах. Вот его можно было, вот он был настолько неислегший, что те, кто его знал, его могли просто узнать. Даже вот открыли бы, даже вот не говоря им, кого открыли, то его бы могли узнать. Гробик сделали поменьше, как-то так получилось, что гробик сделали поменьше, так, ну не очень большой. Ну, думаю, что все равно уже человек 8,5 метра разложился, и там его сложат аккуратно, и все. Но он был настолько крепок, что гробик оказался маловат, пришлось снять с владыки ботинки. Вот был насколько, насколько, это, конечно, тоже чудо. Это однозначно, это что там, мне не говорите, но это чудо и великое чудо. Он совершенно нетленен, я свидетельствую об этом. И так мы его погребли, вот в крипте нашего собора, совершенно нетленные его останки, которые 9 лет пролежали в земле, и мы его переложили в гроб, как будто человека недавно совсем, ну, дня 3-4 похоронен назад. Он не предался тлену совсем. У него целые по ноге, целые волосы, целые руки. Как вот он лежал, был положен во гроб, так мы его и принесли. И, конечно, безусловно, это свидетельствует о его святости. Господь хранит все кости их, не едино от них сокрушится. Так говорится о праведниках. Мы еще до конца не осознали, как повезло нам, что долгое время рядом с нами жили владыка Тавия, остроумов владыка Климент Перестюк. Русские архиереи, относящиеся к плеяде старых священнослужителей, много претерпевших и переживших. На их долю выпала миссия находиться между молотом и наковальней. Кто-то переносил красный диктат в ссылках и лагерях, как владыка Тавия, другие же, подобно архиепископу Клименту, унижение в изгнании. Владыка Климент часть жизни провел в Китае. Затем с волной эмигрантов вернулся на родину. А перед приездом тогда еще и романах Климент написал такие поэтические строки. «Душа болит в смятенье совесть, когда я слышу эту повесть. Ведь наши родины страдания и наши скорби здесь, в изгнании. И это наша все вина, и может быть искуплена лишь покаянием и слезами. Мы над собой смеемся сами». Своим возвращением в Россию он вселил в нас уверенность, что время собирать камни обязательно настанет. «Жизнь тогда была очень сокровенна, архиерейская жизнь. И она не открывалась для всех. Но кое-что я, конечно, помню и знаю из того далекого времени. Это было лет 28 тому назад. Мы с бабушкой приезжали в город Екатеринбург. У нас здесь были родственники. И тогда меня познакомили вот с владыкой Климентом. Мы приходили в дом с прихожанами. И надо несколько слов сказать вообще, что из себя представлял этот дом. Вообще это был настолько уютный, патриархальный, я бы сказал. Витал, какой-то необыкновенный дух в этом доме витал, понимаете? Ведь у него дом, у него парадное крыльцо, двери выходили сразу на тротуар. Небольшое крылечко такое с тротуара. Там, я не помню, три или четыре ступеньки поднимешься. И сразу в двери. Там звоночек, немножко такой замаскированный, чуть-чуть звоночек. И двери открываются сразу. Сразу в двери. И сразу попадаешь в приемную. Ну, приемная, наверное, была, как мне помнится, ну, может быть, квадратных метров в десять. Ну, как бы прихожая такая. Из приемной, вот если заходишь туда, вот зашел в приемную, то налево были двери в его кабинет, и из его кабинета двери в спальню. Направо были двери в трапезную. И из трапезной двери на кухню. А прямо была, кажется, ванная комната. Там еще был небольшой флигеречек наверху. Там было две комнатки. Вот. И к нему можно было, у него ведь, ну, не было тогда, что вот какая-то охрана ограждает, там что-то допускает, не запускает. Просто можно было подняться на крыльцо, позвонить, и там подойдет его, ну, или повариха, или кто-то там внутри есть, кто-то человек какой-то, подойдет кто там, скажешь, вот дьякон такой-то. И запомнился мне удивительный сад. Вы знаете, в то время у нас, к сожалению, сейчас это еще не очень развито, культура выращивания цветов была не на высоте. А вот в Архиерейском саду это было настолько потрясающее зрелище, то есть каких только там цветов не было. Вот у меня даже есть фотография владыки Климента. Он как раз вот в своем огороде, и где вот в основном был только цветник. Ну, такой вот не очень взрачный заборчик, да. И за спиной владыки Климента вот эти цветы. И всегда в доме, во всех комнатах, и даже в мезонине наверху, в верхнем этаже, всегда стояли в вазах цветы из сада. У меня хранится вот посох. Ну, правда, он здесь сломался, но это не суть. Вот такой посох владыки Климента, который был в его руках всегда. Он сделан из красного дерева. И это был один из любимых его посохов, потому что он очень легкий. У него нет металлического набалдашника, поэтому он такой легкий и всегда удобный был. Он брал его с собой в дорогу, в путь куда-то выезжал на служение. И вот как раз вот на одной из фотографий владыки Климента, это город Карпинск. Это 68-й год. Владыка приехал в город Карпинск на Средние Господни. Ну, вот здесь другой у него посох в руках, у владыки Климента. Если говорить про годы пребывания Владыкина Климента на этой кафедре, то это были годы, когда с трудом возможно было не только открывать приходы, но сохранять хотя бы их прежнее количество. То есть в это время притеснения были, возможно, с наиболее серьезными в послевоенные годы. Ведь в то время все архиереи и священники были под властью уполномоченных по делам религий. И на них тоже оказывалось соответствующее давление. И чтобы поехать архиерею в какой-то город или в какой-то поселок, чтобы отслужить литургию, ему нужно было прежде сделать запрос уполномоченному. И вот когда уполномоченный писал резолюцию, что разрешается, только тогда архиерей посещал город или поселок в Вереной области. Это сейчас воспринимается как какая-то дикость. А тогда это была почти норма. Это была норма. Но священнослужители всегда воспринимали как нечто из ряда вон выходящее. И никогда с этим не мирились. Всегда, уже потом в застольных беседах, всегда это было предметом какого-то откровения. Обсуждался этот вопрос, что так быть не может. Так не может продолжаться долго. Они были прозорливы в своем предвидении, так как понимали, что жизнь, построенная без вери и без счастья, недолговечна. И как не угнетала их власть, даже в той ситуации они пытались что-то предпринять для сохранения и оздоровления церковной жизни. С первых дней пребывания на кафедре владыка Климент увеличил количество архиерейских служб. Часто выезжал в приходы и проводил активную проповедническую деятельность, запретил духовенству прямой контакт с уполномоченными Совета по делам религий. За эти действия он был отнесен к числу тех своевольных архиереев, которые, как писал о нем уполномоченный, выступают за повышение роли церкви, подбирают на священнические должности молодежь и ретивых ревнителей правоверного благочестия. Среди последних числились репатрианты из Китая, с которыми владыку связывали особые отношения. Излюбленное, так скажем, нелюбимое, излюбленное место тогда это был поселок Черноисточинск Владыки Климента и Нижний Тагил. Но прежде всего я уже сказал о поселке Черноисточинск, там служил ученик Владыки Климента. И отец Николаевич всегда выходил... Ученик или учитель? Учитель, простите, я оговорился, там служил учитель Владыки Климента по богословию. Вот когда он учился в Шанхайской семинарии. И Владыка, когда приезжал, то отец Николай выходил на крыльцо дома, а крыльцо было уже во дворе, в крытом дворе. И пел... И спала эти деспота... И потом была беседа. Отец Николай тогда, он вспоминал... А я был на кухне с Марьей Григорьевной и, конечно же, подслушивал этот разговор волей-неволей. Вспоминал об этих трудных годах. Они вспоминали о том, как... Вот я не помню в каком городе, но совершенно точно помню, как был взорван храм Николая Чудотворца в Китае. Или в Шанхае, или где-то вот в каком-то из городов. И как они со слезами видели этот взрыв. Владыка Климент меня рукоположил в Сан-Диакона. В 77-м году. И затем в Сан-Священника. Владыка Климент меня направил служить в Талицу, которая стала моей второй родиной, а для моих детей вообще родиной. Первой родиной. Я помню Алексея Григорьевича Подьякон. Однажды говорит, Владыка, посетите мой дом. У меня у матушки, или я не помню, или у него, или у матушки у его день рождения. Посетите мой дом, так мы будем рады. И вот Владыка пришел к простому, к своему и Подьякону. Очень так, в деревенский домик опять же, накрыт простенько стол. Ну, там вот самая такая вот простая закуска. Владыка Климент сел, всего понемножку отведал. Выпил, ну, наверное, вот такая рюмочка, ну, грамм 15-20. Выпил такую вот эту рюмочку коньяка. Коньяк, нужно сказать, был самый простой, вот самый такой тяжеловатенький коньяк. Но вот он этого не погнушался, побыл, посмеялся немножко, в меру пошутил, поздравил, какой-то подарок вручил. И вот так вот просто, знаете, вот час-полтора он попал в этом доме. Вот это тоже было, вот удивляла всегда простота. Когда меня заметили, а тогда ведь молодых ребят, они боялись, во-первых, и не допускали, уполномоченные. Архиерею за это нагоняй давали, кто он примет. Старички какие-то были. И меня когда заметили, что я часто уже помогаю, меня пригласил один этот, и Подьякон, пойдем, говорит, в алтарь. Я говорю, нет, я не пойду в алтарь. Пойдем, пойдем. А это владыка Клемент, говорит, я иду вот так. Тише. Вот, прощай. Ну что, я все рассказываю. Простите меня. Ничего, ничего. Прихожу, он, архиерей там сидит, на кресле своем. Ага, подводит меня. Алексей, ты сколько в церковь ходишь? Да я говорю, вот, недавно я стал ходить в церковь. Знаешь, еще, у нас некому помогать, отслужить. Я говорю, ты езжу на приходы, говорит. И говорит, надо нам, парня. Я говорю, не, я не пойду, я ничего, ничего, пойдем. Это, ничего, научище, научим. Я не смог отказаться. У меня вера оказалась, какая-то вера слабая, но оказалась она у меня. Надо, и этот раз ты в церковь пришел, вслух послушания. И вот Господь меня вел вот таким шашками, шашками, вот таким, понимаем. И он меня так полюбил, это владыка, понимаешь, Алеша, Алеша. Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Понимание и мудрость, незлобие и простота, доброта, сердечное чувство юмора – эти качества всегда отличали владыку Климента. Таким он и предстает в рассказах современников. Сестры Новотихвинского монастыря, занимаясь поиском материалов о владыке, собрали много интересных фактов. Когда встречались с отцом Владимиром Зязевым, то он рассказывал такую историю. Он тоже очень давно служит уже в епархии, рукополагал его именно владыка Климент. Он всегда о нем вспоминает с очень большим теплом, очень теплой. Он даже когда рассказывал, он не мог сказать чего-то конкретного. Знаете, как иногда с человеком пообщаешься, ну вот просто солнышко, вот на душе тепло, ну хорошо. Ну вот что-то конкретное, чтобы он тебе сказал какое-то поучение душеполезное, там тебе еще что-нибудь, вот такого нету. Ну когда с ним пообщаешься, ты чувствуешь же благодать. И он о нем именно так рассказывал. Не может сказать какого-то случая, например, но говорит, ну человек благодатный был, человек святой жизни. И вот, например, он приезжает в епархию, да, по епархии объезжают в какой-нибудь городок или село, деревню, там храм. В храме кто там, и уборщицы, и панамари, алтарники, и диакон, например, священник. Вот. Так он ко всем сходит, всех обойдет, в каждый дом зайдет. Причем, так как он все-таки был владыка, у него была возможность, может быть, на какие-то свои средства что-то приобрести. Он приезжает все время с гостинцами, детям, если он какой-нибудь апельсин подарит, что для них просто не видать в советское время. Это же банан какой-нибудь привезет. Так это же просто чудо было. Они на него так смотрели, Дед Мороз, вот, что-то такое. Так это, это детям. Это вот там супруги, матушке что-то привезет, какую-нибудь сладость какую-нибудь. Ну, это на самом деле, вот, кажется, малость, но чтобы человек имел вот такое сердечное расположение к другим, это же чудо. И вот отец Владимирова встретил, у них не было совершенно ничего. Приехал архиепископ, нужно встречать, архиерейская встреча, а он заходит совершенно неожиданно в дом. У них и избушка, дети, матушка, и они не знают совершенно, что делать. А Владыка говорит, да вы не расстраивайтесь, да все хорошо, да вот вам это, вот вам то. Что-то начинает рассказывать, всех усаживает, всех успокаивает. Они говорят, ну, может, чай, ну, давайте чай, а пить не из чего. Они говорят, Владыка, вот мы тут из банок. Ну, из банок, да-ка, ну, давайте из банка. Наливайте в банку чай. И сидел, пил спокойно из банки. Никаких претензий, никаких. Я вот про этот чай сейчас думаю рассказать, про это не рассказать. Вот, у меня, ну, жили мы тогда, я работал сторожем в церкви, заработок был очень маленький. Только купили домик, в деревне перебрались, домик купили, конечно, потратились там, все, но и не до посуды было. Чаще всего чай пили из пол-литровых банок. И вот Владыка, когда пришел, то мы как раз чай пили из пол-литровых банок. Как я вот сейчас думаю, говорить это или не говорить, но это было. И Владыка угостился. Ну, что делать? Жили бедно. Вот это просто, знаете, вот он у меня, ну, вот очень теплый. Вот у меня сейчас матушку мою спросить, мою Галлюиду Петровну. И она бы вот этот вот случай вспомнила. И вот она бы тоже с такой любовью его всегда вспоминает. И какой-то был у него такой очень мягкий юмор. Он всегда всех поддерживал, всегда как-то, может, там, какую-то шутку сказать. Даже они подхватывали ее потом, и это была шутка на всю епархию. Тоже такой случай, например, рассказывал. Он пришел в священник, но были такие, которые не могли как-то устроиться. Во всех епархиях им что-то не то, что-то не так. И вот, и они такие перебежчики, из одной епархии в другую. Пришел такой и начал Владыке что-то рассказывать. Там учился, и такую семинарию закончил, и эдакую академию закончил. И в этом институте, и в медицинском, и в сельскохозяйственном. Что-то столько-столько. Владыка сидел, и так слушал, слушал внимательно. Потом говорит, и талика сущим, не проторжися, мрежа. Из Евангелия. И он часто из Евангелия какие-то строчки говорил. И эту шутку все подхватили. Когда кто-то начинает хвастаться, и вот уж так слушает внимательно. И талика сущим, не проторжися, мрежа. То есть, ну уж столько всего с тобой случилось. И ты это как-то еще понес, это все. Как ты еще живешь при таком обилии с тобой событий всяких. А мне, например, очень запомнилось, что говорит о его духовной мудрости. В храмах тогда раньше один храм на всю епархию. Вот Ивановская церковь. И Владыка стоит в центре. Вокруг народ настолько плотно, что невозможно перекреститься. Жара, естественно, страшная. Люди просто обливаются. И Владыка потом, чтобы как-то подбодрить своих прихожан, кто подходит там за благословение, бабушки, им тяжело. И он как-то благословляет и говорит, ну ничего, ничего, потерпим, потерпим. Ну хоть не поплачем, так хоть попотеем. Если нам Господь слез не дал, вот покаянных слез, чтобы плакать о своих грехах, ну мы хотя бы поработаем. Вот так, вот наша жертва Богу будет вот это. Не слезы покаянные, но хотя бы мы вот, что можем, то дадим. Вот, ну это чудо на самом деле. Если подумать, вот в какое время он жил, управлял именно епархией. 66-й по 80-й годы самые такие страшные. Причем у нас всегда нам как-то так попадалось, вот отец Анатолий тоже рассказывал, я не со своих, конечно, вот с его слов говорю, очень всегда суровые попадались по делам религии управляющие. Настолько, что, ну, просто... Ну, отец Анатолий никогда ни про кого плохо не говорит. Я думаю, что это тоже вот какая-то школа владыки Климента. У него о каждом доброе слово. Если он не может что-то доброго сказать, он ничего не говорит. И он так, только можно по намекам догадаться, какие у нас были управляющие по делам религии страшненькие. И он как-то с ними. Годы эмиграции, возвращение в холодную и очужденную Россию, власти, которые пытались вытравить из народа веру Христову, борьба с воинствующим атеизмом, все это не могло не сказаться на здоровье владыки Климента. В 1979 году тяжелая болезнь приковывает его к постели на долгие годы. У нас в храме сейчас есть икона, которая была в спальне. В спальне владыки Климента. Это Христос в терновом венце. Она находится в алтаре. Мы эту икону выносим на середину храма в дни Великого Поста. И я у владыки Викентия спросил разрешение, чтобы эту икону из архиерейского дома взять к нам в храм. Владыка благословил. Но пусть будет в храме. Так вот, когда владыка Климент, мне еще этот случай очень ярко запомнился. Конечно, может быть, здесь такое сравнение. Может быть, я неправильно понял тогда владыку Климента. Но он лежит, плачет, и одной рукой, потому что у него правая рука была парализована, левой рукой показывает на эту икону. А там я посмотрел, у Христа тоже слезы. Я что-то ему лепетал своим детским лепетом. Говорю, да, владыка, вот видите, Христос тоже страдал. И вы сейчас страдаете. Он бесконечно плакал. Всякий может заболеть. Вот. И владыка, и не владыка, и священник, и не священник. Да, вот. Но для священника это чем? Ну, может быть, тяжело. Что он, да, он не может, скажем, служить. Он, допустим, привык к какой-то востребованности, что ли, да. И одиночество в этом случае может привести, мне кажется, к унынию. Что вот, там, всем ты был нужен, а теперь никому не нужен. Ну, такие, в принципе, случаи были, на самом деле. Я, в принципе, и читал это про все. А здесь, вот, мне кажется, и время-то такое было, когда эта востребованность, она еще боком могла выйти. И ситуация, и болезнь такова, что внутри, наверное, ну, вот как это он все переносил? Он перенес это все. Перенес, и вот это вот терпение, совершенно простая вещь. Терпение священнослушателя. Тогда, когда он не может сделать обыкновенных, привычных для себя вот этих вещей. Вот в памяти образ какого-то света. Вы знаете, когда владыка Климент выходил на Амвон, особенно в белом облачении, и у него вот никогда не забыть, куда она делась, там, Митра, я не знаю, конечно. Была вся в мелких-мелких белых камушках, сеткой такой сделана Митра, и вот казалось, что он весь светился изнутри. Это человек необыкновенного света. Вот он весь светился изнутри. Потом он очень много сделал для того, чтобы в то время почиталась икона Божьей Матери Почаевская, вот которая сейчас, да, в виде звезды, которая сейчас висит вот над царскими вратами в Яно-Притичинском соборе. Тогда, во времена владыки Климента, эту икону опускали, значит, из царских врат выносили с пением на налой, и пелся ей Акафис Почаевской Божьей Матери. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Евангелие от Матфея. Песня «Просите, и посмерти на воздушных пытанствах, Редактор субтитров А.Семкин